История в лицах Генералю от инфантерии Графе Михаилу Андреевичу Милорадовиче Герои войны 1812 года Соратники и ученики Суворова Блистательном офицере, генерале, царедворце Погибшим во время восстания декабристов В 1825 году Собственно говоря, с его убийства Из пистолета декабристом Каховским Начался отсчет уже экшена Вот этого восстания декабристов Фигура, которая была бы, наверное, такой Вполне себе благополучной Благолепной Такой немножко Немножко такой портос Немножко такой Даже немножко, очень множко Вполне себе самодовольный Успешный Русский барин Вальяжный Дамский угодник Поклонник всего прекрасного Выпивоха Умеренный Игрок в шахматы Вполне был бы благополучный господин Но трагическая смерть В возрасте 54-х лет Сделала его фигурой Драматической, даже трагической Крупная фигура При всех своих указанных мною Так сказать, вроде бы таких Человеческих слабостях Фигура крупная Потому что он был генерал-губернатором Петербурга С 1818 года Был генерал-губернатором И полновластным хозяином столицы империи Потому что царь Александр I С какого-то времени В общем удалился практически отдел Не оставив наследника И с этого начался весь цербор Связанный с декабрийским восстанием О чем мы поговорим И кто командовал-то? А командовал тот, у кого в руках Петербург, столица И у кого в руках гвардия А гвардия была в руках У генерала Милорадовича Вот сейчас мы обо всем этом поговорим А я вам сразу Чтобы не откладывать долгий ящик Задам вопрос Для вашего голосования Потому что мы о нем сегодня Будем говорить много О хорошем, о плохом Связанном с этим человеком Хотели бы вы, чтобы Столичным губернатором Был такой человек, как граф Милорадович Если да, хотели бы То ваш номер 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет, не хотели бы Милорадовича В губернаторы столичные То 8 800 700 Ровно 93 52 Открываю голосование Итак, хотели бы вы Графа, генерала Михаила Андреевича Милорадовича В столичные губернаторы Сегодня Если да, то 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет, то 8 800 700 Ровно 93 52 Голосуйте, дорогие друзья А мы продолжим Наши дозволенные речи Наш рассказ Итак, он родился В 1771 году Отец его был военный Сам он учился И за границей И получил Домашнее образование Получил регулярное Военное образование Сделал военную карьеру Повторяю еще раз Близнец Он из сербского рода Как вы можете сделать Выводы по фамилии Когда-то его предки Служили Петру Первому Но он уже был Русский офицер Конечно, русский генерал Генералом стал Аж в 98 году То есть до 30 лет Повторяю, был соратником Суворова Участвовал в его походах Отличался Чрезвычайной Личной храбростью Лихостью просто До безумия Вообще Лихость И храбрость личная Это были тогда Отличительные черты Русского офицера Без них просто никуда Хвастались этим Некоторые Но Было чем хвастаться Это было просто Ну Офицер не офицер Если он не храбрец Если он не готов Лезть под пулю Если он не готов Лезть под саблю Под штык То какой из него военный Такая гусарская Вот именно Хотя не все Не все из них были гусары Он был генерал От инфантерии Пехотный генерал Хотя конечно Блестяще владел лошадью Разумеется Блестящим кавалеристом Как все Военные дворяне Того времени А Дворяне-мужчины В основном Были военные В то время В Российской империи И вот я повторяю С кем только не воевал И со шведами И с турками И потом он участвовал В войне с Наполеоном Как участвовал Он был один из героев Наполеоновской войны Войны 1812 года Если вы Будучи в Санкт-Петербурге Сегодня Пойдете в Эрмитаж И найдете там Галерею героев 12-го года Где их портреты Русских генералов Среди них есть портрет Красавца Генерала Милорадовича Он там есть Он во время Во время Бородинского сражения Командовал Правым флангом Первой армии Он потом Командовал Тем Ариргардом Русским Который Прикрывал Отход Всей русской армии От Москвы Принял на себя Удар Наполеоновской армии Уже после Бородинского сражения Он потом был Одним из героев Преследования армии Наполеона В общем Безоговорочный герой Вся грудь в орденах Русских и иностранных Великолепный Авторитет в армии Такой Слуга-царю-отец-солдатам Очень инициативный Очень решительный С быстро принимаемыми решениями Энергичный генерал Повторяю В том Что касается Уже жизни гражданской Не без слабостей Ходились слухи О его нетрадиционной ориентации Возможно Так оно и было Он был одинок У него не было жены Не было детей Но Так бывало с русскими генералами В том числе и традиционной ориентацией Так складывалась жизнь Так складывалась карьера Но про него ходили Именно определенные слухи При том, что он Ухаживал за дамами Он активно ухаживал Он был такой Я повторяю еще раз Дамский угодник Но Опять-таки Ходили слухи Что его романы С женщинами В том числе и красивыми женщинами Не были Что называется Завершенными То есть Как бы он получал удовольствие От самого Течения романа А не от Последней известной точки В этом романе В частности Ухаживал и за актрисами Ухаживал за балеринами И мы с вами поговорим О том Что у него были близкие Как говорят Но в какой степени близкие Никто свечу не держал Неизвестно Опять-таки Скажем Тесные отношения Со знаменитейшей Балериной Того времени Екатериной Или Катей Телишевой И он у нее провел Время Утреннее 14 декабря Потому что сегодня Годовщина декабрьского восстания Дорогие друзья Ну практически До два дня назад 14 декабря 1825 года Последние часы Перед смертью Он провел у нее За кулебякой За утренней кулебякой И вот он приехал к ней На утреннюю кулебяку По ее приглашению От нее поехал На Сенатскую площадь И там был убит Вот Кроме того У него были еще некоторые Ну он Я повторяю Был Поскольку он был Генерал-губернатором И был Значит Любителем всего прекрасного То его избирали Там Санкт-Петербургские Различные общества Филармоническое Фармацевтическое Вольное общество Любители словесности Наук и художеств Все его избирали Своим почетным членом А то и председателем Особенно он был близок К театру К музыке К балету Ну балету Я повторяю еще раз Вот в то время Уже пошла мода Среди русской знати Ухаживать за балеринами Которая потом Дошла и до Продлилась более века И она Мы знаем Роман Николая Будущего Сосаревича Будущего Последнего русского Императора С балериной А потом В одной из последних Программ Я рассказывал О Сергею Мироновича Кирове Который был Так сказать Первым секретарем То есть опять-таки Генерал-губернатором Советским уже Города Ленинграда И тоже Ухаживал за балеринами Очень активно Вот это вот Мода была Я вам хочу Для того Чтобы вы проникли С настроением Того времени Дать послушать музыку Замечательную Ее не слышал Милорадович Потому что Опера была Написана Верстовским Композитором На Слава Загозкина Известного Очень тогда Писателя Через 10 лет После смерти Милорадовича В 1835 году Но Пушкин Ее слышал Эту оперу И Там пели Те певицы Те исполнителицы Которых слушал Десятью годами ранее И Милорадович И так Замечательная Совершенно Ария Хор девушек Из оперы Верстовского Аскольдова Могила По подружке На Коскоп Дружи Наши Собер Сын Из Сын Лишь Любовь Ассоль По Широкие Поля Там И Сын И Сын От Сын И Моя Наши Песни Небес Сын От Сын И Моя От Сын И Моя От Сын И Моя Хор девушек из оперы Верстовского «Оскольдово могила». Возвращаемся к графу Милорадовичу. Вот мне тут уже поступил вопрос. Чтобы за Милорадовича голосовать, надо знать, разворовывал ли он народ и страну. Хороший вопрос, на самом деле. Сейчас скажу. Нет, не разворовывал. Но деньги не были, скажем так, его сильным местом. Сейчас объясню, в чем дело. Он был большим мотом, большим кутилой. Он очень много тратил денег. Был абсолютно бескорыстный, он был бессеребрянник. Он постоянно был в неоплатных долгах. Неоплатных, потому что он никогда их не оплачивал. Но ему помогали, оплачивали. В том числе и государство. В том числе и государь-император. Он был ужасный, как о нем говорили, губитель денег. Расточитель. Щедрый до крайности. Он ни для кого не жалел денег. Особенно он не жалел денег для солдат раненых. Потому что он был сентиментален по части отношения к солдатам. Будучи русским генералом. Имея под своим началом большое количество солдат во время войн. Он жалел солдата. Тоже был, кстати, в этом смысле хорош человек, вообще, на самом деле, вероятно. Кроме того, он, будучи поклонником прекрасного пола, он не мог отказать женщинам. Известен случай, когда к нему, скажем, подошла француженка, когда он был генерал-губернатором в Петербурге. И к нему подходит француженка. А они все русское знать говорили по-французски лучше, чем по-русски. Он в том числе. И по-французски обращаюсь к нему, говорит, господин граф, я умоляю вас. Он ее перебивает. Мадам, вы не умоляете, вы приказываете. Я, ваш покорный слуга, выполню любое ваше приказание. И она просит у него денег. И он распорядился выдать ей 200 рублей. Огромные деньги, в общем, по тем временам. Вот так вот. Хотя у него лично денег не было. То есть он был большим расточителем, большим мотом, большим кутилой. Он мог там, скажем, ну на себя тоже иногда на какие-то свои прихоти не жалел денег. Я говорю вам правду. Я вовсе вам тут не топлю за Милорадовича. Голосуйте, как хотите. Потому что, скажем, он мог, вот свидетель пишет, что заходит к нему, он курит трубку. Курили тогда трубки. Тогда не было ни сигарет, ни сигар даже еще. Курили трубки. Он курит трубку, набитую табаком. И трубка с бриллиантами, очень дорогая. Притом, что известно, что у него денег нет. Его спрашивают, граф, что это за прихоть? Он говорит, ну мода, что поделаешь. Мода, могу себе позволить. Хотя не мог себе позволить. Вот он особенно помогал нуждающимся бедным. Не отказывал никогда. Все, кто приходили к нему в дом с денежной просьбой, уходили с деньгами. Отдавал последнее. В этом смысле он был таким своеобразным человеком. И не был богатым, я повторяю. Потому что многие вельможи и военные, и штатские, его статуса, его ранга, они были просто несметно богатыми людьми. Он таковым не был. У него была там деревенька, которую он любил и в которой хотел закончить свои дни, не удалось. Ну и в общем все. Вот такой человек. Что касается вообще финансовой ситуации, ситуации с коррупцией, раз уж зашел разговор, с коррупцией в стране, то он тогда была, скажем, мягко, как бы это сказать, не сильно отличалась от нынешней. Значит, Александр I, государь-император, победитель Наполеона. Он, я повторяю, в значительной степени отошел от дел. Командовал графа Рокчеев фактически страной. Сам по себе человек вполне неподкупный, такой жесткий, очень организованный, очень консервативных взглядов, но не коррупционер. Но при нем коррупция расцветала. Как писали современники, кто мог грабил, кто не мог грабить, воровал. И это было повсеместно. Это было повсеместно везде и всюду. Это надоело всем. От крепостных крестьян, до господ офицеров. И вот на этом фоне начал развиваться тайное общество декабристов со своими фериалами по всей стране. Как раз в Петербурге было не самое большое, не самое многочисленное общество. Самое большое было на юге. Но и в Петербурге оно было. Я не буду сейчас вам рассказывать историю декабристского движения. Потому что тогда я вам не расскажу о Милорадовиче. Он все-таки наш главный герой. Но скажу, что вот на этом фоне, на фоне коррупции, на фоне слабости центральной власти, на фоне того, что это были люди, дворяне русские, в основном гвардия, в основном фронтовики, ветераны войны с Наполеоном, прошедшие огонь и воду, многие раненые, грудь в орденах, дошедшие до Парижа, повидавшие Европу, повидавшие свободную жизнь. Они сами не были не свободны. Они, наоборот, были крепостниками. У них были несвободные крестьяне во владении. И их это тяготило, потому что образованная русская знать того времени стала тяготиться крестьянским рабством. Они хотели освобождения крестьян. Они хотели конституции. Они хотели много чего. По частностям среди них было, у них было много разногласий. Но они на последнем этапе царствования Александра Первого хотели восстать и потребовать изменения режима. Какого? Посмотрим. Там основная была идея создать некое подобие временного правительства из нескольких человек, которое будет решать, как будет выглядеть дальше страна. Но до этого не дошло, все равно мы знаем. Но желание было именно такое. Это все обострилось и стало возможным благодаря той невнятице, которая произошла с переходом власти. Потому что по закону о престолу наследия, когда умирал Александр Первый, должен был престол перейти к его старшему брату, в смысле к старшему среди оставшихся, к следующему по старшинству брату Константину Павловичу. Константин Павлович был наместником Польши, но он должен был стать наследником, то есть он должен был стать русским царем. Но дело в том, что Константин Павлович очень популярный в армии, потому что он был участником суворовских походов. Он был боевым офицером. Он переходил суворовом через Альпы, дорогие друзья. Вот этот страшный переход через Альпы, который мы знаем по картине, где там все весело, значит, на лафетах, там, на пятой точке скользят по заснеженным скалам. Это было совсем не весело. Это был страшный переход с гибелью очень многих людей. Очень страшный. И вот в этом переходе участвовал Константин Павлович, великий князь. Он был очень популярен в армии, потому что он был фронтовик, потому что он был свой. А Николай, будущий первый, Николай Павлович, он даже не был цесаревичем. Он не был наследником престола. Он был просто гвардейским полковником, как все военные из романовской семьи. И он совершенно, так сказать, не представлял никакого интереса для гвардии. А гвардия, дорогие друзья, это была тогда великая сила, потому что гвардия во весь предыдущий 18 век женский, она командовала парадом по всей стороне, она гуляла по буфету, она сажала и не злагала царей. Она фактически устраивала всех цариц на трон. Она устроила на трон великую Екатерину. И память об этом была жива в умах и гвардейцев, и всех остальных. Все знали, что мимо гвардии никто еще царем не становился в последние сто лет. И если гвардия хотела Константина, то гвардия хотела Константина. И мимо нее пройти было сложно. Это было очень важно. Ходили слухи, что Константин не хочет становиться царем, потому что сам не хочет, потому что, во-первых, не хочет. Он боялся повторения судьбы Павла. Он говорил, меня убьют. Меня задушат шарфом, как моего отца. У него был этот комплекс. И, во-вторых, он поддался, так сказать, чувству лирическому и женился на простой польской дворянке, даже незнатного рода, на простой польской шлейхетке. И это вызывало, конечно, отторжение у русской знати, особенно у женской ее части. Как эта простая польская баба будет у нас царицей? Сейчас! Ну, никуда бы не делись, приняли бы эту царицу, если бы Константин, так сказать, сказал, что он согласен. Но он не был согласен. Это все усугублялось, это мутное состояние, это мутное положение усугублялось тем, что Александр I, уходя, не оставил никакого завещания. Ходили слухи, что он договаривался о том, что наследником его будет Николай, не Константин, а Николай. Но слухи ходили, а завещание-то никто не видел. И в этой ситуации, когда в такой невнятице, такой смуты, когда с одной стороны, значит, гвардия хочет Константина, солдаты не понимают, кто у них царь. Вот сохранилась там, скажем, такая картинка с выставки, когда хотят, чтобы Константину, потому что он еще официально не отрекся от престола, хотя, чтобы Константину принесли присягу, рота, гренадерская рота, либо гвардии преображенского полка, царская рота считалась, гиганты, гренадеры, усачи, от того, это как сейчас, знаете, кремлевская рота. Вот от того, принесут они присягу или нет, очень многое зависело, за кем они пойдут. И вот им говорят, присягу принимайте перед Евангелием, вот аналой с крестом. Они говорят, какая присяга? Новому государю. У нас есть государь. Скончался, говорят им. Мы не слыхали, чтобы он и болен был. Вот что значит недостаток информации. Солдаты не готовы принимать присягу, потому что они считают, что их государь Александр. Пока не покажут мертвого Александра, они другого не примут. В этой ситуации Николай пошел к графу Милорадовичу, потому что граф Милорадович был ключевой фигурой. Он командовал войсками гвардии в Санкт-Петербурге. Ключевой совершенно человек. И Николай ему говорит, граф Михаил Андреевич, вот мне говорил государь, что я типа буду после него, а Константин не хочет. Граф Милорадович отвечает наотрез, что великий князь Николай не может и не должен быть никак наследовать престолу, потому что после его смерти, потому что все равно по законам Российской империи это должен быть Константин. Вот эта вот позиция, позиция жесткая Милорадовича, она должна была, если бы он выжил во время декабрического восстания, она должна была ему дорого стоить. Конечно, Николай бы ему не простил этого на самом деле. Но он до этого не дожил. Он до этого не дожил. Итак, ситуация была такая, что граф Милорадович фактически, ну, если бы он сам захотел, он мог бы, конечно, совершить переворот. В любую пользу. В пользу Константина уж точно. И совершил бы, может быть, если бы Константин захотел. Но Константин не хотел. Вот в чем дело. Его позиции, я повторяю еще раз, ему, конечно, Николай никогда бы не простил. Есть еще один интересный момент, связанный с графом Милорадовичем. Он связан с тем, что граф Милорадович на самом деле ничего не хотел слышать о намечавшемся восстании декабристов. К нему поступали документы, ему поступали доносы. Генерал-губернатор Питера, у него была своя разведывательная сеть, естественно, но стучали ему. Так положено. И потом выяснилось, после его смерти, что все эти доносы нераспечатанные лежат у него в столе, в коридоре. Нераспечатанные, дорогие друзья. Значит, граф Милорадович, мы с вами еще продолжим разговор о нем. Он интереснейший персонаж. Не уходите далеко от ваших приемников. История в лицах. История в лицах, дорогие друзья. У микрофона Николай звонит. Заговорим о графе Милорадовиче, трагически погибшем во время декабрьского восстания. В 1825 году я задал вопрос, хотели бы вы, чтобы такой человек, как граф Милорадович, был губернатором нашей столицы сегодня? Если да, то 8-800-700, ровно 93-51. Если нет, то 8-800-700, ровно 93-52. Номер для ваших смс. Плюс 7-903-700-97-63-33. Меня тут... А, немножко на другую тему. Меня спрашивают. 26 декабря в Москве заявлена предновогодняя встреча с вами, Екатериной Шульман. Это правда? О чем ваша лекция? Встреча? Будет ли запись? Да, мы с Екатериной Михайловной Шульман будем читать лекцию о политике, современности, прогнозы. Это будет по линии Сити-класса. Записывайтесь. Это будет в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленке. Действительно, в 19.30, 26 декабря, приходите, записывайтесь. Я думаю, что будет интересно. Так вот, возвращаемся к Милорадовичу. Я уже говорил, что он отказал фактически в поддержке Николаю, будущему императору, а тогда великому князю, потому что считал, что царем должен быть Константин. Мало того, ходили слухи, что он сказал великому князю Николаю Палчу «Вы сами изволите знать, как вас не любят, поэтому он, Милорадович, не ручается за спокойствие столицы, если будет объявлена притяга Николаю». Вот так вот. Ну, кто это мог простить вообще? Такие вещи. Как вас не любят. Тем более, что Николая действительно тогда не любили. Его не любили в войсках, потому что, помимо прочего, он вместе с младшим своим братом Михаилом Палчем, они издевались над солдатами. Они были такими, такие фрунтовики, строевики, любили парады, любили оттянутые носки, и они просто мучили солдат. Вот великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворе с команды человек, по 40 старых ефрейторов, сжигали свечи, леустры, и его высочество изволило заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Мало того, там были анекдоты, потому что не раз случалось, что великая княгиня, супруга его, а будучая царица Александра Федоровна, тогда еще молодая и красивая женщина, в угоду своему супругу, становилась на правый фланг сбоку какого-нибудь гиганта, усача-гренадера, как тогда говорили, там 13-ти вершкового, то есть там двухметрового, и маршировала, вытягивая носки с ним рядом. Вот, ну, за что его любить-то? А там фронтовики, эти ефрейторы. Ефрейторы — это не мальчишки 22-х лет, это 40-летние мужики с седыми усами, которые войну с Наполеоном прошли. И тут над ними этот хрен, значит, царского рода издевается. Да в гробу видать. Потом, кстати, Николая полюбили. Уже когда он стал царем, уже было обаяние власти, и он нашел, как бы, общий язык с армией, его потом стали любить. Но тогда нет, тогда его не любили. А восставшая гвардия, восставшая гвардия хотела Константина Фронтовика, как я говорил, и граф Милорадович, коренной измайловский гвардеец, из измайловского гвардейского полка, он, в общем, чувствовал родственную связь с этими будущими декабристами. Вот, потому что, ну, они его товарищи по фронту, они такие же гвардейские офицеры и генералы, как и он. И он понимал, что их желание увидеть Константина, оно правомерно на престоле. Поэтому, может быть, поэтому. Вот вопрос, почему он не рассказывал о готовящемся бунте, хотя знал о нем. Я повторяю, он даже не распечатывал доклады, которые ему поступали, доносы, но ему и не надо было, потому что в его записной книжке потом обнаружили имена всех главных участников заговора. Он их знал. Почему он ничего не предпринимал? Может быть, из братства по отношению к ним? Может быть, из разгильдяйства или фатализма? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Но он знал все эти имена, в том числе, он знал, что Рылеев, Муравьев, Муравьев-апостол, все они будут участвовать в заговоре. Трубецкой, он знал их всех и знал, что они участники заговора. Ни слова государю. Я повторяю, он мог сам возглавить заговор, потому что он был кумиром гвардии, кумиром петербургской гвардии. Вообще, возможно, он не донес, потому что это не совмещалось с его понятиями о чести. Вообще, честь, так же, как храбрость, я уже говорил, честь для русского офицера того времени, это было не слово, это было дело, это был смысл жизни. Люди, которые, которые что-то теряли в смысле чести, ну, скажем, было подозрение в их недостаточной храбрости, в их неправильной реакции на какие-то происшествия, они могли покончить с собой, потому что лучше покончить с жизнью, чем потерять честь. Вот, кстати, вот это вот выражение «честь имею» очень модное сейчас, оно не просто так же существует. «Честь имею» это часть фразы, целиком это звучало так, «честь имею» откланяться, это прощание. Сумешно предположить, что русский офицер хвастался тем, что он имеет честь, как невеста, которая замуж выходит и гордится своей девственностью. Нет, конечно. Это было выражение «честь имею» откланяться, но это была вежливость, а хвастаться тем, что у тебя есть честь, было просто нелепо, потому что, естественно, она у тебя есть, иначе кто-то такой. Как ты можешь быть русским офицером, если у тебя чести нет? И говорить о том, докладывать, что у тебя есть честь, при этом кинув пальцы к козырьку, было просто смешно. Вот гвардия в этом смысле, конечно, была средоточием такой офицерской и воинской чести. Может быть, с этим было связано вот это вот бездействие Милорадовича, которое ему тоже, как и неверие в него, как и отказ ему в его поддержке, его не простил Николай, как мы увидим. Мы с вами дошли уже до восстания, дорогие друзья, фактически. К тому времени уже стало известно всем, что Константин отказался от престола. Он уже несколько раз это повторил. Прибыл от него младший брат Михаил Павлович, который заявил, Константин отказывается от престола. должен был принять престол Николай. Все с этим смирились. Милорадович до самого последнего, он был не против Николая, как царя, он просто считал, что все должно быть по закону. Если Константин отрекается, значит, Николай, куда сдеваться? И стали приносить присягу Николаю, приносили присягу. Первый принес присягу полк как раз Константина, шефом которого был Константин, это было правильно, потому что если полк, шефом которого является Константин, приносит присягу Николаю, это свидетельство организованности, дисциплины, того, что все в порядке, все нормально, все под контролем. Тем не менее, пришло 14 число, о котором Николай, который боялся, конечно, потому что он знал, что в гвардии разлад, он не знал о существовании бунта, но он знал, что в гвардии разлад, что в гвардии раздрай, и сам Николай уже фактически в зашедший на престол говорил, либо я буду царем, либо я буду мертв. Утром 14 декабря, как я уже говорил, граф Милорадович поехал на Кулебяку к своей любимице, актрисе Екатерины Телишевой. Человек, он был очень, я повторяю еще раз, смелый, невеликий полководец, полководческих талантов за ним не водилось, неизвестно было, он не был стратегом, но личная храбрость была совершенно безупречна, и даже если он знал, что начинается восстание, он все равно поехал к своей даме, там, сердце, или к своей приятельнице на утреннюю Кулебяку, потому что, просто потому что он ей это обещал, и все. Гвардия была, казалось бы, у него в кармане, население Петербурга тогда не превышало 400 тысяч человек, и, конечно, нескольких десятков тысяч гвардейцев, которые стали в Петербурге, было вполне достаточно, чтобы усмирить любой бунт, но если эта гвардия была едина, а если нет, и вот с утра, когда Милорадович на Кулебяке у барышни, восставшие гвардейцы, декабристы, идут к Сенатской площади, несколько полков идут туда, и это все видно, туда же скапливается народ, если, дорогие друзья, вы не жители Петербурга или не были там, вам трудно объяснить дислокацию, а если были, то вы представляете, что такое Сенатская площадь, значит, тогда еще не было Исаакиевского собора, он строился в этот момент, и вот многие мимо Исаакиевского собора, потом Милорадович проследовал этим путем, они идут, ровным шагом идут, выстраиваются в каре на Сенатской площади, потому что она напротив здания Сената, докладывают Милорадовичу, приезжает к нему вестовой, он у барышни, докладывает ему, что происходит, что происходит, что бунтовщики стоят на Сенатской площади, он вызывает к себе карету, бросается в карету, едет, по дороге пересаживается в сани, отнимает, причем Саню у одного из высоких чиновников, говорит, мне нужны ваши Сани, не больше, не меньше, у Шульгина, притсмейстера петербургского, говорит, мне нужны ваши Сани, отталкивает его, садится в Сани, едет дальше, едет к государю, государь ему говорит, милостивый государь, граф Михаил Андреевич, Петербург в вашем попечении, выручаетесь за спокойствие Петербурга, вы за это отвечаете, и Милорадович едет к бунтовщикам. Сани уже не могут проехать, он берет коня у одного из адъютантов, гнедого коня, и весь в звездах, в регалиях, потому что в этот день было воцарение государя императора нового, и он в парадном мундире со всеми звездами, со всеми орденами всех стран мира, он, значит, едет усмирять бунтовщиков. Драматическая сцена, дорогие друзья, вот эти дюжины, дюжины крестов, звезд, высокий, такой атлетически сложенный, крупный человек на гнедом коне, он въезжает в толпу, фактически рассекает толпу декабристов, этих бунтовщиков, и произносит перед ними речь. Речь уникальная совершенно. И я сейчас вам ее в значительной степени воспроизведу, потому что без этого невозможно понять, что это такое было на самом деле. Там же рядом ходит государь-император. Ходит, баражирует, нервничает, потому что он не знает, что теперь будет. Он не знает, удастся Милорадовичу усмирить бунтовщиков, загнать их в казармы или нет. Он не знает, кто победит. Он не знает, будет он царем или будет мертв. А Милорадович старается. Милорадович напоминает солдатам, кто он такой. Солдатам и офицерам, но прежде всего солдатам. Там было несколько удивительных при этом сцен. Там, скажем, какие-то офицеры не знали, с кем они толком. Вот, скажем, внук Суворова, не больше, не меньше, светлейший итальянский князь, граф Александр Аркадьевич Суворов, рымникский. Он был полковником кавалергардского полка. И он вроде бы как был за царя, а в то же время был близок с декабристами. И когда потом, уже после подавления восстания, Николаю сказали, что Суворов, внук великого Суворова, был среди декабристов, он сказал, не верю, уйди прочь. И этого Суворова освободили и отправили на Кавказ служить. Потом он сделал, кстати, блестящую карьеру, на самом деле. И был последним генерал-гумернатором Петербурга. Так вот, Милорадович около двух часов пополудни выехал из законного гвардейского манежа на Сенатскую площадь верхом на Гнедом. Один в мундире, в шарфе, в белых панталонах, в ботфортах, с лентой Андреевского ордена через плечо и двинулся к солдатам и сказал с расстановкой, положив руку на эфес-шпаги, ручаюсь этой шпагой, которую получил за спасение Бухареста. Цесаревич, то есть, иначе говоря, Константин, жив, здоров, он в Варшаве. Я получил от него письмо, он добровольно отрекся от престола. Солдаты слушают молча, затаив дыхание. Слушают каждое слово, они узнали Милорадовича, они фронтовики, многие из них. Он продолжает, солдаты, кто из вас был со мной под Кульмом, под Люценом, Фершем Пенуазом, он называет десятки названий, там 40-50 названий, кто из вас был со мной, говорите, кто из вас хоть слышал об этих сражениях, говорите, никто, никто не был, никто не слышал, он снял шляпу, поскольку никто не сказал, что он был там, и сказал, слава богу, здесь нет ни одного русского солдата. Ответом ему было долгое молчание, драматические, драматическая речь была произнесена, после этого он то же самое сказал офицерам, никто не отозвался, нет здесь ни одного русского офицера, а то бы знали, кто такой Милорадович. Потом взял шпагу за острие, сказал, вот эту шпагу, эту шпагу, мне подарил князь Константин Павлович, и написал другу моему Милорадовичу, другу, слышите? И вы думаете, что Милорадович может быть предателем? Вот это была речь, и после этого он сказал следующее, за мной, за мной, за мной государю просить прощения, бежать к царю, упасть к его ногам. И закричали ура Милорадовичу, и, конечно, очень может быть, что Милорадович бы повел солдат за собой просить прощения у государя, и тогда два декабриста, Аболенский и Каховский, Аболенский ткнул штыком, он хотел, как потом говорил, ткнуть в лошадь, чтобы заставить Милорадовича повернуть, не хотел его ранить, но попал ему в ногу, а Каховский выстрелил у него из пистолета, и эта рана была смертельной. Вот эта рана, которую нанес ему Каховский, бывший офицер, декабрист Каховский, в этот момент он был уже в штатском, он был штатским человеком, он выстрелил ему в спину, попал в бок, и Милорадович тяжело так свалился с лошади, его подхватил его адъютант, и это была смертельная рана. Мы закончим с вами разговоры Милорадовича, дорогие друзья, скоро закончим. История в лицах. История в лицах, заканчиваем разговоры Милорадовича, которого уже ранили тяжело, ранил его Каховский, выстрелом из пистолета, еще он был ранен ногу штыком, другого декабриста, князя Аболенского. Я напоминаю свой вопрос. Хотели бы вы, чтобы губернатором столицы был такой человек, как граф Милорадович? Если да, то 8800-700, ровно 93-51, если нет, то 8800-700, ровно 93-52. Вот спрашивает опять про новогоднее обращение с Шульман, гражданам, в рамках лекции в сети классе, будет похоже на речи Декабристов или на речь Милорадовича, вы с Катериной офицеры СПЧ, шпаги будете оголять? Дорогие друзья, мы с Екатериной Михайловной ничего оголять не собираемся, и мы в данном случае не в качестве офицеров СПЧ, тем более, ее вытурили, к сожалению, из Совета по правам человека, а мы просто будем, это будет анализ с политической ситуацией. Вот. Так вот, Милорадовича вчетвером, он был крупный, крупный мужчина, такой грузный, его вчетвером потащили в близлежащие казармы, голубая лента была вся в крови, вообще весь был в крови, мундир был в крови, он был в сознании, он вообще требовал, чтобы его несли домой, он привык спать на своей солдатской кровати такой жесткой, строгой, но до дома не донести его было невозможно, тяжелое ранение его внесли в эти казармы, вызвали врачей, но при этом его раздели, когда, потом выяснилось, что его ограбили еще, к тому же, кто-то там из солдатиков, может быть, какая-то прислуга украли все его эти ордена и часы украли, это было все кошмар, кольцо, которое подарила ему за несколько дней до этого вдовствующей императрицы, вдова Павла, все это сперли, ну да ладно, и врачи были с ним практически откровенны, сказали, что его жизнь в руках господа, он все понял, он был солдат, ему все было ясно, есть легенда, что его пришел навестить государь-император, уже вступивший в должность, воцарившийся Николай, Николай Павлович, Николай Первый, и он сказал Николаю, что для него честь умереть за государя-императора, а император, уходя от него, сказал, что он сам во всем виноват, ну в смысле, что был генерал-губернатором Санкт-Петербурга, должен был узнать, что происходит в стране, должен был пресечь вовремя, и тогда бы он не погиб, но он погиб, он сделал то, что должен был сделать человек на его месте, человек, который привык подставлять грудь под пули, если он вовремя не пресек бунт, а он его не пресек, по каким-то причинам мы с вами говорили о том, что непонятно по каким, но он его не пресек, и поскольку он не пресек, он должен был отдать жизнь, он ее отдал, когда он уговаривал солдат пойти извиняться перед царем, он понимал, что либо он их всех поведет, поведет с Сенатской площади, либо его убьют, его убили, он, в общем, знал, на что идет, и он уже сказал своим близким, нечего обольчаться, у меня воспаление кишок, смерть, он сказал, неприятная необходимость, но знаете что, я умру, как жил, и прежде всего, с чистой совестью, до свидания, в лучшем мире, сказал он, это были его последние слова, но он сделал еще одну очень приятную вещь, я бы сказал, такую благородную предсмерть, он освободил своих крестьян, вот тех крестьян, которые у него были, не очень многочисленных, он им дал вольную, он сделал их свободными людьми, в общем, это было очень мило, с его стороны, я бы сказал, и ушел из жизни, он похоронен в Благовещенской усыпальнице Александра Невской лавры рядом с Суворовым, и итоги голосования, 70% считают, что нам бы пригодился такой губернатор, как Милорадович, а 30% считают, что не пригодился бы, всего доброго, дорогие друзья, это был разговор о графе Милорадович, Милорадович. Милорадович. Милорадович.